Давайте начнем. Билл Герсон-Майер не сможет быть ведущим данного совещания. Он задержался на телеконференции. Сюда подошел Майк Берретт, который будет ведущим данного обсуждения. У него, конечно, все квалификации для этого есть. Майк – астронавт, который 6 месяцев отлетал на станции. Он летал на шаттле. Он был полетным врачом. Он поддерживал работу Мира и МКС в качестве врача. И теперь работает в качестве астронавта. Передаю слово Майку. Спасибо большое, доктор Эбби. Опять же, для меня огромная честь принять участие в этом совещании. Я знаю, что мы имеем возможность поделиться с точками зрения с нашими международными партнерами. И мне выпала честь вести обсуждение в ВКД за господина Герсон-Майера. Он мне сказал, что твоя задача. Постарайся лицом об стол не ударить. Так что буду стараться. Итак, ВКД – это опыт работы в открытом космосе, который достаточно уникален для нас. Прошлый год был очень хорошим годом в плане ВКД. Некоторые из них касались регулярного техобслуживания, были запланированные ВКД, были внеплановые ВКД, которые проводились из-за отказов на МКС. И сейчас мы видим такое изменение задачи ВКД, когда мы не достраиваем станцию, а проводим ВКД для поддержания эксплуатации станции. То есть мы проводим техобслуживание, ремонт и периодическое обновление блоков. То есть это такая естественная эволюция ВКД, за счет которых мы поддерживаем работу станций. И с этим я хотел добавить, что мы еще раз вспомнили, насколько опасны ВКД. И, наверное, все из вас знают о ВКД, когда у одного из членов экипажа полностью водой заполнился шлем. И, несмотря на все это, мы продолжаем проводить ВКД, которые нам очень будут полезны при освоении дальнего космоса, при полетах на Луну, на Марс. Так что нам очень важно разобраться с этим процессом, пока мы работаем на МКС, и получить необходимый опыт работы, который потом можно будет использовать в будущем. Итак, здесь собралась группа экспертов, которая имеет огромный опыт работы в вакууме, так сказать. Я постараюсь кратко всех представить. Я знаю, что я не полностью опишу все ваши достижения, так что не огорчайтесь. Просто я хочу, чтобы у нас было время на вопросы. Майк Горенхарт работал в работе биоинженеринга, работал на шаттлах. В 43 дня в правилах в открытом космосе за счет нескольких ВКД он был одним из ведущих специалистов по подготовке протокола работы с декомпрессионными болезнями и так далее. Сергей Крикалев, который даже не нуждается в представлении, он инженер-механик, он работал на станции «Мир» в двух полетах шаттла, он был первым российским космонавтом, который полетел на американском корабле. Я познакомился с ним еще в 92-м году, кажется, так давно. Но он сыграл ключевую роль в нашей совместной работе. Он был членом экспедиции номер один, экспедиции 11, и держит рекорд по общему количеству суток в космосе в 803 дня. Глава ЦПК Майк Лопез Аллегре, родственник-испытатель, который в 92-м году присоединился к НАСА, отлетал на трех полетах шаттла, провел одну длинную экспедицию в рамках 13-й экспедиции на станции, провел 10 ВКД. Конечно, не совсем, как Анатолий Соловьев, но уже близко. Пауло Нисполли из Италии, занимается космическим и техническим проектированием. Он был, услужил в военных вооруженных силах. Он где-то неделю провел в пещере со мной. В рамках тренировки по выживанию он также отлетал два раза в космос. Он помогал при подготовке к ВКД с надеванием скафандров и так далее. Сергей Рязанский. Очень рад, что в составе этих экспертов есть специалист по биохимии, то есть медицинским вопросам. Был выбран в отряд космонавтов в 2003 году. Он принимал участие в эксперименте по изоляции, там сто с лишним дней в изоляции в рамках испытательной программы. Он также недавно завершил долгосрочный полет на МКС. С Олегом Котовым он принял участие в трех ВКД. И с Олегом Котовым же он рекордсмен по длительности ВКД с российской стороны. Владимир Титов, полковник российских ВВС. Пришел в космическую программу в 1976 году. Понимал участие в очень интересных полетах. Я знаю, что он наш герой. Он год уже провел на станции «Мир» и является ветераном двух полетов на шаттлах. Выполнил три ВКД, поэтому он сегодня с нами. Куичи Вокадо. Он все еще дымится после приземления. Вот только-только вернулся. 12 мая, 13 мая. Он вернулся. Отлетал на трех полетах с шаттла. Провел две экспедиции на МКС. Одна из экспедиций была со мной. Так что мы можем сказать, что он очень терпеливый человек. Опыта ВКД у него нет, но у него есть опыт подготовки скафандров и помощи другим астронавтам в подготовке к выходу. И Дэвид Вулф, который уже отлетал на пяти полетах, включая полеты на станцию «Мир», он провел семь ВКД и является в группе ВКД в НАСА. То есть более знающих экспертов в этой области мы нигде не найдем. Итак, вместо того, чтобы предоставить всем возможность высказаться, я просто задам несколько вопросов, и я хотел бы, чтобы аудитория принимала участие и задавала свои вопросы перед тем, как мы переходим к следующей теме. То есть все понимают, что пилотировые полеты – это, в принципе, новая сфера. Я знаю, что даже когда мы летали на шаттле, каждый полет был своего рода испытательным полетом. Может быть, то же самое можно сказать и о полетах на Союзе. Я знаю, что вот недавно у нас была проблема со скафандром EMU. То есть мы работаем в среде, которую мы полностью не понимаем, с оборудованием, которое мы полностью не понимаем. То есть каждая работа для нас является своего рода испытанием или даже тестом. Так что первый вопрос Майку Лапез-Алегри. Вот когда мы проводим техобслуживание станции, какие ограничения существуют с точки зрения использования скафандров на околоземной орбите? Спасибо, Майк. Итак, я бы отметил две вещи. Во-первых, я хотел бы вам рассказать небольшую историю. Когда я был на МКС в рамках экспедиции 14, к нам должен был прилететь шаттл в определенное время, и все мы были очень заняты. И по техническим причинам, которые я не помню, полет шаттл отложился на несколько недель, и у нас был вот целый этот период времени, на который у нас не было особых планов. И всегда есть перечень работ, которые можно выполнить вот в рамках ВКД, которые не являются критичными, то есть их не нужно обязательно выполнять тут же, но которые оставляются вот на потом, то есть на свободное время. И мы решили, что если у нас свободное время появилось, давайте мы выполним ВКД. Но оказалось, что все-таки ВКД – это задача очень сложная, которой нужно готовиться целые месяцы, и в тот момент мы были не готовы вот так раз и провести ВКД. И если вам нужно проводить ВКД, потому что у вас ломается какой-то критический элемент оборудования, то, скорее всего, у нас есть особая процедура, которая подготовлена именно на такую задачу, чтобы мы могли быстро реагировать на разные отказы. Но вот раньше, я знаю, что были работы, которые мы отрабатывали, например, в бассейне, и которые мы знали, как выполнять, но это те работы, которые обычно оставлялись на потом. Но понимаете, что когда мы проводим ВКД, всегда нужно знать, как переходить от одной точки к другой, куда привязывать свои фалы и так далее. То есть мы все эти вещи очень внимательно и сосредоточенно отрабатываем в нашем бассейне, в лаборатории. То есть есть некоторые вещи, которые нам знакомы, которые мы можем предсказать и подготовиться, но есть и вещи, к которым подготовиться невозможно, и которые действительно осложняют нашу работу. Кто-нибудь еще хочет добавить что-нибудь? И еще один вопрос. Вот с точки зрения ограничения, мы фокусируем свое внимание на практике, а не возможностях оборудования или систем. Ну, я хотел сказать пару слов по поводу системы. Вы все знаете, что у нас была проблема со скафандром люки параметана. То есть там проблема была с водяным фильтром, который очень сложно было разрешить. И какое-то время даже ВКД не проводили. Я знаю, что когда был последний ВКД, то есть когда нам нужно было устранить один из отказов, то там было очень много вопросов, связанных с этих ВКД. То есть скафандры – это очень сложная, комплексная система. И я знаю, что каждый раз, когда мы дорабатываем скафандр, чтобы устранить ту или иную проблему, зачастую появляются какие-то новые проблемы. То есть это очень такое капризное устройство, и нам нужно всегда иметь в виду разные его особенности. Вопрос из зала не слышно. Почему мы не можем делиться нашими скафандрами вместо того, чтобы ограничиваться? То есть российские космонавты используют только российские скафандры, и только американские скафандры. Вопрос нашим российским коллегам. Майк сказал, что мы всегда заранее готовимся к ВКД. Вопрос к Сергею Рязанскому. С точки зрения Орлана, как сложен процесс подготовки к ВКД, и как этот процесс влияет на операции на российском сегменте? С точки зрения о российской стороне, гораздо проще подготовиться к ВКД. У нас другая проблема, которую мы сейчас обсуждаем с нашими инструкторами. это американский подход к подготовке к ВКД. Стандартный такой процесс, который частично тренируется. и после этого гораздо проще выполнить ВКД на основе вот тех стандартных процедур, которые уже отрабатывались в процессе тренировки. А вот мы проводим подготовку по конкретному ВКД, по конкретной задаче. А в ходе полета ведь все меняется, и все идет не так, как планировалось. Но все равно тренировка идет именно вот таким образом. Так что с российской стороны подготовка скафандров – это не проблема. А вот подготовка к нештатному ВКД гораздо сложнее, потому что нужно все заранее внести график, подготовиться и так далее. Вопросы из аудитории есть? О сложности наших систем. Хорошо. Сергей Крикалев, тогда слово вам. Перекрестная подготовка между двумя нашими системами. Ну, я не могу ничего сказать по поводу большой перекрестной подготовки, потому что сейчас все используют свои собственные скафандры. Но вот на ранних этапах освоения космоса в ходе полетов шаттла и станции МИР мы тренировались по американским скафандрам, и американцы тренировались по нашим российским скафандрам. Да, на это ходит какое-то дополнительное время, но, тем не менее, это дает нам гораздо больше гибкости в работе. У нас есть опыт, когда американские астронавты выполняли работу в российских скафандрах, и наоборот. Я помню, что когда мы вот только начинали программу МКС, еще до даже первой экспедиции официальной, мы вот были вместе на испытательных таких прогонах в американских скафандрах в НБЛ для того, чтобы отработать процедуры, которые потом использовались бы в ходе полета. То есть это очень было удобно. Кроме того, очень удобно и полезно иметь опыт такой работы, потому что мы можем многому друг у друга научиться. Ведь у всех разные подходы к подготовке, как Сергей уже говорил. То есть когда я начинал тренироваться здесь в Хьюстоне, и мы начали подготовку по программе МКС, меня удивило, какое количество прогонов в бассейне, в НБЛ потребовалось для каждого ВКД, там чуть ли не 10 штук. А вот для второго полета то я планировал проводить 7 ВКД, то есть мне нужно было бы тогда проводить 70 тренировок в бассейне. Это слишком много. Ну, я где-то по 2 тренировки такие проводил на каждой ВКД, так что мне кажется, количество таких подготовок сейчас балансируется. Мы движемся в том же направлении. В любом случае, очень полезно вести подготовку по скафандрам наших коллег. мне хотел добавить, что очень важно иметь вот такую перекрестную подготовку, потому что в ходе наших полетов, когда с американской стороны проводилось два нештатных ВКД, и Каичи отвечал за подготовку всего для этих ВКД, то время на подготовку было очень ограничено. и для Каичи потребовалось подготовиться к работе с манипулятором и подготовить скафандры. Мы с удовольствием бы тоже помогли, но так как у меня, например, лично нет опыта работы с американским скафандром, то, естественно, было немножко сложно действительно реально помочь. То есть, если бы у меня было хоть чуть больше практики, то я бы, конечно, мог предоставить больше помощи нашим ребятам, которые готовятся к выходу или возвращаются, чтобы ускорить вот этот процесс там на диване или снятие скафандров. Жалко было, что мы не практиковались и не было у нас достаточно знаний для того, чтобы помочь нашим коллегам. И еще вот по перекрестным по вопросам, не только перекрестная подготовка по скафандрам для астронавтов, но и в ранние времена станции инженерные были какие-то у нас программы совместные, когда можно было, например, использовать шлюзовый отсек американский для российского скафандра и наоборот. Это мы пытались как-то, но с инженерной точки зрения это возможно, это было тестировано, но в практику до практики так и не дошло. Интересный момент. Я, кстати, работала в начале 90-х годов над этим вопросом. Там время было, когда внутренне мы рассматривали на возможности совместного какого-то использования скафандров совместные выходы делать, русско-американские. Ну, этого не произошло в конце концов, но вот американский шлюзовый отсек, например, совместим с работой с орланами. Это вопрос достаточно интересный. Вот при дальнейшем исследовании глубокого космоса там нет возможности доставлять грузы, не будет, как у нас сейчас есть возможность. то есть все это будет осложнено и было бы неплохо пользоваться ресурсами друг друга, ресурсами коллег, об этом необходимо подумать. И если мы это будем делать, то оборудование должно быть какое-то совместное, которое могло бы компоненты оборудования соседа применять, не работали определенное время скафандры орланы, там RPC отказал, вентилятор отработал. Мы два орланы использовали на американском сегменте, поскольку несмотря на то, что это не было отработано на земле, американский член экипажа был в одном из орланов, поскольку у нас была дополнительная российская система в нашем распоряжении, мы ее использовали, поскольку была такая возможность, я не хочу слишком сильно диктовать то, что мы обсуждаем, если там проблемы со скафандром были, проблемы с шлезовым отсеком, существуют ли возможности какие-то используют дублирование и резервирование средств партнера, но я думаю, это как раз Джесс сейчас и сказал, это хорошая идея, нужно стараться использовать средства партнера, средства друг друга при таких важных работах, как выход в открытый космос. Имеются, конечно, практически какие-то ограничения, которые надо принимать во внимание, но это нормальный практический подход. Для аудитории, как было сказано, вы знаете, у нас интерфейс есть определенный в Орлане, то есть имеются средства в шлюзовом отсеке, которые могут использовать скафандры Орлана, но они не были полностью протестированы. Не слышно, к сожалению, из аудитории. Он не включил микрофон, к сожалению. непонятно, ответ, потому что не слышал бы вопрос. Первая часть вопроса по физиологическому мониторингу. Скажите, что им по физическому мониторингу в скафандре EMU. Да, метаболические параметры замеряем СО2, замеряем и монитор ЧСС. В зависимости от критичности ВКД, если, например, в некоторых случаях отказывают эти системы, то мы все равно продолжаем ВКД, но это недостаточно важно. То есть, по-моему, в российском сегменте больше физиологических замеров проводится. Во время дальнейшего исследования космоса, если посмотреть, например, на программу Аполлон, эти выходы, которые были сделаны в то время, в десяти случаях вернулись на станцию члены экипажа с запасами менее десяти процентов от того, что можно было. То есть, такие замеры, как метаболический расход и дополнительная какая-то связь с экипажем в плане использования средств важна. То есть, мы разработали вот такую систему, где мы можем порекомендовать экипаж, например, вернуться из физиологии, если какие-то параметры иссякают. еще вот два сенсора есть в ВКД, которые могут отказать во время выхода, и мы все равно будем продолжать выход, несмотря на то, что эти датчики, например, не работают, в зависимости от критичности работы по работе в космосе. оба датчика по СО2 отказали и в Орлане, и в американском скафандре. Несмотря на это, мы продолжили выход. И еще у нас подготовка есть определенная по уровню СО2. То есть, экипаж понимает, какие симптомы они испытывают в том случае, когда у них избыток углекислого газа. Хорошо, если бы микрофон, конечно, говорили. Что касается давления внутри скафандра, я в Орлане два раза выходил, и один раз в EMU выходил. Там, где больше давления, там подготовка к выходу шлюзования короче, входить в Орлане также легче, проще. Давление я заметил в основном это в перчатках, но я не знаю, это просто форма перчаток или давление, наверное, то и другое. Как говорят, шестая фаза перчаток, они, конечно, замечательные перчатки, потрясающая разработка, инженерные российские перчатки. А так, разницы в движении верхней части туловища я особо не заметил. вот еще я заметил, что рюкзак вот Орлана он подлиннее. Я заметил также разницу в по тангажу в движении. Вот сложнее было передвигаться по тангажу в Орлане. В гидролаборатории трудно было это понять. А вот я имею в виду в НБЛе. В гидролаборатории, вот в Орлане, когда отрабатываете, там, конечно, подвешенный получается, но вот момент там сильный, то есть в определенную ориентацию возвращаешься постоянно, и когда выходишь из этой ориентации, то приходится на самом деле много усилий предпринимать для того, чтобы удерживать себя в нужном положении. Вот такой вот разворот и поход я испытывала в космосе тоже при работе в скафандре Орлан. Ну вот такова разница между двумя скафандрами. Я вы знаете, в принципе, даже если мне сложнее работать в самом скафандре, я, наверное, поступлю с этим для того, чтобы иметь возможность поскорее выйти из скафандра, если имеется аварийная ситуация. Вот в 86-м году вы тоже выход сделали. Скажите, пожалуйста, ваше впечатление о разнице работы в разных скафандрах в Орлане и в EMU. Ну да, этот выход у нас был очень интересный. Еще в 95-м году, во время СТ-63, я уже Джима Везербе, своего командира, просил предоставить возможность выхода. Ну, тогда было, Джима мне сказано, что в американском скафандре может выходить только гражданин Америки, и не получилось. А вот СТ-86 в 97-м году немножко ситуация изменилась, и господин Эбби в этом посодействовал, и мне все-таки со Скоттом Паразинским разрешили такой выход в EMU. Но я бы хотел начать немножко с другого, но за мои четыре выхода мне пришлось использовать три типа скафандра, и два выхода из них были вообще не запланированы. Первый выход я свой делал со скафандром, который еще имел шланговую систему, и надо было при выходе все это тащить за собой. Ну, дотащить до места работы это еще ничего, но когда ты возвращаешься, эти все шланги становятся щупальцами осьминога гигантского, и это очень, в общем-то, для экипажа опасно, особенно при возвращении в тот отсек, куда ты помещаешь вот это все. А затем скафандр изменился, и мы уже выходили с Мусой Монаровым уже без шлангов, и третий скафандр, вот EMU, который на СТС-86 мы сходили. Теперь о двух вот этих вот нештатных выходах. Выходы были посвящены ремонту комплекса телескопов, который находился на блоке Квант, находился с внешней стороны под обшивкой, к ремонту он никогда не был предусмотрен, то есть это не то, что, допустим, обслуживание Хаббла прилетел, открыл створки, открыл замки, вынул блок электроники, другой поставил, все закрыл и ушел. Здесь ты пришел, все закрыто, тебе надо резать обшивку, тебе надо резать контровку, тебе надо винтики откручивать, которые сидят на клее. В общем, трудная работа. Мы к ней готовились месяца два, наверное, по общению с землей. Много общались, по телевидению нам кое-какие картинки сбрасывали, получили им потом документацию и инструмент. Подготовились к этому выходу. но когда мы начали этот выход, открыли вот эти все панели, не панели, а обшивку вскрыли, и когда добрались до этого блока электроники телескопа, открутили массу этих винтиков и взяли ключ, который открывает последний замок, ключ сломался. К сожалению, при этом он испытания не проходил, ключ был изготовлен в Голландии теми, кто готовил эти инструменты для своего телескопа, ну и по технологии там была, конечно, по металловедению абсолютная промашка. Этот материал стал хрупким в условиях низких температур. И мы еще четыре месяца ждали новый инструмент, новую методику, новые резаки, только что не было тринитротулуола, чтобы это все дело взорвать. А так было все. Ну и потом выход, который мы сделали, был успешным, мы все сделали и очень быстро. И еще одна вещь, которую я хочу сказать, во-первых, выходы незапланированные возможны. Они возможны на базе того приобретенного опыта, который есть у космонавтов, астронавтов на протяжении тренировок и на протяжении практических выходов. Подготовка возможна, мы вот уже, собственно говоря, доказали, что это возможно. Теперь по тому временному интервалу, который идет от начала полета до выхода. Ведь через полгода от начала полета, я не знаю, много ли людей выходило. Это был у нас второй выход. А третий выход мы делали через 10 месяцев от начала полета. По-моему, никто вообще не делал такого выхода. Медицинская группа, которая сопровождала нас полет, они были очень беспокоены состоянием космонавтов, которые готовятся к выходу через 10 месяцев. Но, однако же, все мероприятия были проведены настолько правильно, что мы все это дело сделали. Ну и последнее. По поводу тренировок, которые даются космонавтам, астронавтам перед выходом. Я тоже достаточно много времени провел под водой здесь в НБЛ, готовясь к выходу с шаттла пристыковке с миром. И могу вот что сказать. Мне очень не понравилось, когда надо было всю циклограмму, допустим, 6 часов отсидеть под водой. Реальные работы там 3 часа. 3 часа это сопровождение времени. Я считаю, что это непроизводственные, непроизводительные расходы. И считаю, что это только лишняя трата времени. Считаю, что основные операции, которые должны, может быть, эти 3 часа оставшиеся, потратить на то, чтобы астронавты, космонавты отработали какие-то стандартные операции по конструированию, переконструированию, резанию, ломанию, сверлению и так далее, каких-то конструкций, что даст им базу для того, чтобы они выпилили любой выход, даже не запланированный в плане ремонта, замены и так далее. Такая у меня идея созрела. Она очень устойчивая. Прошло уже много лет. И я как бы не изменил свое мнение. Спасибо. Есть ли вопросы? Конечно, по 3 часа в гидролаборатории наверное нормально, потому что ВКД на самом деле больше времени занимает, поэтому логично. Хотел бы немножко в сторону международных стандартов как-то свернуть нашу беседу. Вот Куичи Паула к вам вопрос по этому вопросу. Что касается дальнейшего исследования космоса, я уже не по поводу выбора скафандра или давления скафандра по международным проблемам, то есть каков интерес по возможностям выходов вообще с точки зрения международного партнерства? Куичи, ваша очередь. Спасибо, Майк. Программа МКС дала нам много возможностей узнать о том, что такое космический выход в открытый космос. В Японии у нас есть лаборатория. Это, конечно, малая версия НБЛ и того, что есть в Хьюстоне. там мы разрабатывали проекты с джемом и с дополнительного оборудования также, и оборудование там верифицировалось по выходам. Мы использовали стандарты Камильтон для версии скафандра EMU про тестирование. Успешно все это проходило. Американские члены экипажа нам много помогали. Дэйв, Лерой и американские астронавты помогали нам в этой работе. То есть фаза разработки выхода для выхода в открытый космос разработок на хорошей стадии. Несколько лет назад, когда у нас тут было большое землетрясение, к сожалению, финансирование с этого сняли и, может быть, мы не используем эту нашу гидролабораторию. Теперь в Японии в основном мы занимаемся базовым исследованием элементов космических скафандров, то есть материалы, средства поддержания, жизнеобеспечения, регулирования, обеспечения кислородом и прочее. вот такие моменты, но не практическая подготовка. И вообще Япония, конечно, очень заинтересована в том, чтобы разработать определенные материалы, одежду, специальные пластики, особо устойчивые. в Джаксе мы сейчас занимаемся как расследованием материалов в настоящее время, которые могут быть использованы для изготовления скафандров. Более эффективная система терморегулирования, КВО, например, используются в Орландии, в Орландии, и вот, может быть, комбинировать можно было бы продувку воздухом с циркулированием жидкости. Вот такого плана. Мы надеемся, что в будущем будет возможность найти применение в дублировании каких-то подходов в обеспечении скафандров. Мы надеемся, что другие страны тоже могут какой-то свой вклад сделать для того, чтобы разрабатывать, может быть, не полностью все скафандры, но какие-то элементы, например, материалы или определенные системы. То есть, разные могут быть уровни сотрудничества по разработке скафандров в будущем. А вот в настоящее время исследования, которые проводятся в Японии, они совмещаются с другими какими-то странами? Нет, это внутреннее для Джаксы, потому что изготовители очень заинтересованы в том, чтобы их технологии также могли бы применяться в космической индустрии. Материалы, которые были разработаны, некоторые из них используются для изготовления оборудования пожарников. Например, они очень дорогие, конечно, эти материалы, но, тем не менее, они уже применимы и применимы на Земле тоже. Спасибо большое. По Аси или по Ейке можете что-нибудь сказать, Пабло? Я заинтересована очень было за тем, что Коичи рассказывал. В Европе практически так же работа сейчас проходит. У нас есть собственный НБЛ, НБФ, мы его называем, бассейн. Но физически мы не использовали для подготовки в скафандре. В 90-х годах только когда российскую сторону пригласили, они приехали своими скафандрами со всем и провели прогоны, несколько прогонов вместе со странами, с нашими европейскими, так же, как они делают это в гидролаборатории. То есть интересно, видите, мы изготовили помещение, но и так не нашли хороший способ его использования. Что касается робототехники, вот ЕРУ разработали, да, вот там отрабатывали. Ну, в общем, интерес есть в том, чтобы какие-то вклады технологические предложить, такие небольшого объема, в основном в Астыке проводятся подобные работы, разработки в Голландии также по изготовлению новых материалов, усуществование системы терморегулирования. Но пока это все еще как бы не материализуется, до уровня изготовления самого скафандра. То есть можно, конечно, было бы иметь два, три или четыре различного типа скафандров для того, чтобы иметь повышенное резервирование, дублирование. Но вот может быть имеет смысл это каким-то образом сложить усилия наше вместе. И вот как раз под лозунгом «Вперед к Марсу» мы могли бы как-то объединить наши разработки. По международным стандартам, может быть, что-нибудь кто-то может сказать. Я могу несколько комментариев сделать. что касается исследований глубокого космоса, там условия уже другие будут. Поэтому я думаю, что нужно будет разработать какие-то стандарты. Неплохо было бы иметь разные несколько скафандров. Но там должны быть стандартные интерфейсы соответственно, отрывные разъемы, давление одинаковое, вода должна быть одинаковая. Российскую воду мы не можем использовать скафандров ВКД, ИВЕ, например, и МЮ. если есть какие-то разные средства или возможности метода выхода и захода в скафандр могут быть. Помните в СТС-80, когда мы не могли открыть люк? Помните, мы думали о том, что может вообще самое странное случиться во время выхода? Представляете, мы не могли открыть люк для того, чтобы обратно зайти в станцию. Но представляете себе, например, если вы не можете выйти из скафандра в том случае, если это необходимо, инженер при этом не может прийти к вам на помощь. То есть должны быть какие-то дополнительные средства, чтобы можно было зайти в шлизовую отсеку, выйти из шлизового отсека разными способами, несмотря на природу отказа. Но вот эти вопросы необходимо принимать. внимательно при разработке международных стандартов, касающихся ВКД. Майк, вы знаете, вообще лучше, когда нет возможности, может быть, открыть сразу люк, когда вы не можете зайти, чем закрыть его, когда вы уже зашли, правда? Да ладно, неважно. Вакуум внутри станции, это тоже не можно сказать, нельзя сказать, что это положительный момент. Ну вот сколько всего скафандров EMU? Где-то 12, да? Их обновляли, конечно, но где-то 11 или 12 вообще машин. А вот российское средство изготовления скафандров открыто, они могут изготавливать их, их могут возвращать, дорабатывать. Понимаете, у нас ограниченные, а у них открытая линия, там можно изготавливать новые скафандры. Я думаю, что если все будет нормально, у нас можно было бы расширить такую вот программу и как бы обеспечивать обслуживание оборудования на борту вот именно с международной точки зрения. Ну вот видите, новые проблемы у нас возникли сейчас с американскими скафандрами. И потом эта конвейерная линия, она в принципе уже закрыта, мы даже не можем какие-то доработки предлагать для своего скафандра. И еще один момент. Вот вы об этом говорили, Дэвид. с нашими скафандрами нелегко работать. Я с Орланом немного работаю. У меня такое впечатление, что с Орланом как-то все немножко проще. Там можно ZIP имеется, там имеется какая-то более гибкая система возможности замены элементов, чем у нас. А вот американский скафандр же у вас израбатывается, когда он будет на станции? По-моему, то ли на ATV, то ли на HTV собираются поставить. Да, корабль Dragon привез новый скафандр, доработанный, и собирались его возвращать тоже тот, который не работал. Чарли, с ЭНСы мы говорили, на эту тему мы говорили по системам, которые мы можем дорабатывать. Это что? Может быть дополнительные какие-то работы в скафандрах, чтобы там и профилактические средства, и система обеспечения жизнеспособности в плане питания, возможностей замены. Если, например, российские еды есть, можно американскую использовать. Если американского скафандра нет, можно российский использовать. Вы знаете, все зависит от того, как разработаны интерфейсы скафандра. интерфейсы для российских перчаток скафандра подходят и для американских перчаток скафандра. И это очень важно. Мы немножко более индивидуально подходим к своим интерфейсам. Если есть определенные стандарты для оборудования, связанные с ВКД, то тогда это обеспечило большую гибкость и возможность взаимозаменяемости между системами. Я хотел бы поговорить о том, что из себя представляет ВКД. Я не выходил сам, но я помогал ребятам, которые выходили в открытый космос. И вот в течение 7 часов я говорил им, помогал им в их работе. Поэтому какой-то опыт у меня есть, я сказал бы, я увидел изменения, заметил. Я на Шаттле, на 120-м СТС работаю, там сидишь вот буквально с ребятами, которые, рядом с ребятами, которые там несколько метров от себя находятся. С Земли теперь придется это делать для долгосрочных полетов. А когда на Марс, например, сидите, понимаете, у вас же не будет специалиста внук АД, который будет сидеть внутри машины и помогать. структура, спейскаф, whatever it is. Может быть, так что же разить вопрос. Может быть, экипаж может быть более анатомным. Например, на намере у нас проводили шестичасовые выходы без специалистов внука. Мы вдвоем с коллегой надевали друг на друга скафандр. У нас никого не было, кто нам помогал бы что-нибудь со скафандром. И потом мы выходили, у нас не было постоянной связи с Земли. Мы сами полагались на себя. Процедуры были передо мной на леске бумаги, на зеркале. Я все это зачитывал сам и проверял все шаги, которые я должен выполнить сам по себе. И вот возвращаясь к предыдущей панели, я думаю, что нам надо думать больше о повышении автономности экипажа во время работы, чтобы экипаж сам за себя мог полагаться, находясь на станции вдали от Земли. Я думаю, что это проблема, которую более просто можно было разрешить, чем разрабатывать специальные какие-то технологии для того, чтобы экипажу помогать. Это можно делать параллельно, но тем не менее экипаж должен иметь возможность автономно работать без помощи Земли, без подсказок. Ну вот я в качестве шутки много лет назад предлагал для начала давайте со станцией на неделю прекратим связь вообще. Не нужно на целый год это делать. Давайте прекратим связь со станцией в качестве эксперимента на одну неделю и потом посмотрим, что из этого получится. Так что я думаю, что вместо того, чтобы испытывать возможность человека пребывать в космосе все дольше и дольше, вот о чем вы говорили, кстати, в ходе предыдущего обсуждения, нам нужно, может быть, как-то перераспределить ответственность, потому что может быть, это более даже сложная задача доработать скафандр, доработать оборудование, чтобы оно позволило более автономной работе экипажа. Может быть, нужно поменять процедуры, инструкции для работы на земле, то есть вот что касается разработки систем связи, мы привязываемся все больше и больше к наземным специалистам, а ведь нам нужно улучшать нашу возможность независимой работы или автономной работы. То есть мы должны кардинально поменять то, как мы думаем о работе астронавтов, космонавтов и ЦУПов. Да, и, к сожалению, вот то, что я вижу, я сравниваю то, как мы подготовились к полетам на мире, и мы готовились с точки зрения того, что делать, если вдруг появится какая-то нештатная ситуация. И 10% подготовки посвящалось тому, что мы делаем стандартно, а 90% это вот именно подготовки на нештатные ситуации. А теперь, если вдруг что-то идет не так, то мы тут же обращаемся к наземным специалистам. Даже в ходе обыкновенных регламентных работ экипаж постоянно связывается с ЦУПами, то есть они фактически стали такими дистанционными блоками нажатия кнопок. Сергей, очень интересное замечание, потому что действительно нам может быть в каких-то вопросах нужно вернуться к тому, как мы работали раньше, то есть на мире, когда у нас может быть не было связи и у нас была очень хорошая модель работы. Мы вышли за пределы обсуждения вопросов скафандров. Мне кажется, мы проводим очень полезные обсуждения потому что действительно очень важно понизить нашу зависимость от наземных специалистов. Но, с другой стороны, мы работаем в лаборатории. То есть это платформа для проведения лабораторных исследований, для выполнения конкретных работ. То есть нужно ли нам изменять то, как мы работаем во входе ВКД или нам нужно разрабатывать какие-то конкретные эксперименты ВКД, где мы работаем в автономном режиме? Да, очень важно вы отметили, что та лаборатория, та станция, которую мы разработали, она была разработана с учетом того, что независимо или автономно она работать не будет. То есть мы спланировали все так, чтобы была возможность общаться с надежными специалистами и в ходе ВКД. То есть все эти работы, которые мы проводим по сбору техобслуживанию, они очень комплексные, именно поэтому мы их тренируем по 10 раз гидролаборатории. Но действительно нам нужно изменить вот эту парадигму, чтобы мы не думали только об МКС, хотя это прекрасная платформа для биологических исследований, например, но вот для проведения операции, может быть, это не самая хорошая среда. Но в какой-то момент нам нужно разработать ВКД для того, чтобы человек на отдел скафандра EMU вышел на ферму и принес, может быть, какой-то экземпляр с нее, то есть заработал полностью независимо. Но этого, скорее всего, не произойдет. Но если мы посмотрим на общую общую картину, то если у нас вдруг что-то идет не так, то всегда есть ответственный человек, который ведет усилия по восстановлению отказов. Мы должны научиться выполнять ВКД так, чтобы это не было таким огромным событием, чтобы это было такой регулярной работой. То есть мы переходим к вопросу освоения космоса, мне кажется, очень быстро. Вопрос из аудитории. Есть вопрос по поводу обсуждений, которые шли последние 7 минут. Когда мы думаем про конструкцию этих скафандров, разрабатываем ли мы такие многоцелевые скафандры, или они предназначены для какой-то конкретной задачи. может быть скафандр для того, чтобы работать на другой планете. То есть потребуется полностью другая конструкция, совсем другой дизайн по сравнению с тем, что у нас есть сейчас. интересное было бы узнать, как вы планируете работать дальше. Я хотел бы немножко перефразировать тот вопрос, который вы задали. То есть как мы переходим или как мы планируем переход на такую всеобъемлющую систему, которая позволила бы нам проводить совершенно на разный ВКД. Но мы к этому вопросу перейдем чуть-чуть попозже. А я хотел еще повторить то, о чем говорил Сергей, о том, что мы должны быть более автономны на станции. Может быть, меня посчитают очень старым, но вот мои соотечественники, те, кто работал со мной в старые дорогие времена, всегда сожалеют о том, что у нас работа на станции идет приблизительно в режиме стопроцентной связи с наземной группой управления. Вот когда мы работали в программе Аполлон, у нас там где-то 4% времени было посвящено связи. Когда мы разговаривали с наземными специалистами, мы в основном матерились. То есть я действительно очень за то, чтобы мы работали более автономно. Дэвид? вот то, что Волг говорит, действительно очень важно для психологического состояния. И когда мы начинаем руководить каждым незначительным аспектом работы астронавтов, это же тоже не помогает. И мне кажется, подтверждение этому найдем и в публикациях и литературе. Да, если мы целый год летаем и каждый наш чих контролируется и проверяется, то это будет не самый лучший опыт. ну я мне кажется, что ЦУПы действительно нам помогают. И если бы я мог следовать всему тому, что они мне посылают, то тогда проблем бы никаких не было. А вот если я выхожу за рамки того, что было заранее запланировано, за то, что запланировано в циклограмме, то тогда я уже начинаю сталкиваться с реальными проблемами. То есть, да, мы должны максимально использовать те ресурсы, которые у нас уже есть. Вы знаете, что касается сложности задач, с которыми работаем сейчас на МКС, то она очень высокая, и в один момент вы, может быть, проводите какие-то эксперименты по горению, потом вы занимаетесь диссекцией грызунов, то есть, потом вы работаете в качестве пилота, то есть, все очень сложно, и действительно должна быть возможность связи с Землей, потому что вы все-таки работаете в лаборатории, а не в корабле для исследования и открытия новых космических пространств. Итак, теперь вернемся к следующему вопросу. Как мы можем доработать наши возможности в ЭКД для того, чтобы придать им многоцелевой характер? У нас, может быть, должен быть новый скафандр, который работал бы с кораблем, который бы работал на поверхности других планет, то есть, как мы будем проектировать свои задачи, работы и свои системы. Доктор Горнхат, это вопрос к вам. То, что касается давления в скафандрах, вопросов по освоению новых областей и так далее. Ну да, когда мы говорим об освоении, это совсем новая для нас область, мы не сможем по 10 прогонов гидролабортории делать для каждой задачи, то есть, действительно, нам нужно будет проводить работы по геологическим исследованиям и так далее. И в ходе этих работ нам, может быть, не очень надо будет взаимодействовать с Землей постоянно. Я знаю, что мы проводили аналогичные эксперименты, когда мы работали в пустыне, у нас были определенные задачи по сбору проб и так далее. У нас было два сеанса связи с утра, например, после того, как и после этого мы ходили выполняли свои работы. И мы также работали в специальных таких подводных лодках, когда у нас была задержка связи. И мы имели возможность поработать с разными режимами связей, когда мы вели связь только два раза в день, и когда мы работали со стопроцентным сеансом связи, это было очень сложно. То есть вы пытаетесь управлять этой маленькой подводной лодочкой, и в то же самое время вам кто-то что-то все время в ухо говорит, вам ничего не видно. Даже когда мы ввели задержку на 57 секунд в связи, то было замечательно просто. Вот что касается МКС, то здесь нужно учитывать разное давление, которое присутствует в скафандрах с американской стороны, с российской стороны. Давление немножко разное. Я знаю, что у нас есть протоколы по десатурации, и сейчас у нас где-то два с половиной часа подготовки внутри. Станции уходят на каждый час ВКД. Последние восемь лет я занимался разработкой атмосферы внутри скафандра ВКД при межпланетных полетах. Мы разработали специальные такие порты для скафандров, когда скафандры находятся снаружи такого специального модуля, и вы входите в этот скафандр, закрываете люк, и потом за 11 минут, то есть за 11 минут до проведения ВКД вы заходите в скафандр, вы понижаете давление до 6 PSI, у вас идет процесс десатурации 15 минут, потом вы переводите давление до 4,3 PSI, и у вас есть возможность проведения вот таких протоколов десатурации, и в то же самое время вы видите из окна, вы наблюдаете за тем, что происходит, вам не нужно проводить очень длинные ВКД, я всегда говорю, что выполнение ВКД это особая честь, но это не удовольствие, потому что это 7-8 часов, а если мы сокращаем время ВКД, то вы вышли, поработали, вернулись назад, выпили кофейку, вам удобно, вы разговариваете с учеными, которые контролируют ваши эксперименты и так далее, то есть я где-то 100 часов провел в общей сложности в работе со скафандрами для лунных ВКД, и я знаю, что когда вы в скафандре, вы действительно очень много времени посвящаете, много усилий посвящаете просто контролю состояния вашего скафандра, а если вы работаете например, на Марсе и вы ездите по Марсу на марсоходах в специальных скафандрах, то в какой-то момент вы уже так навостритесь выполнять эти работы, что вам не нужно будет выполнять длинные ВКД, и это будет гораздо приятнее, так сказать. Но когда вы работаете по сборке станций, естественно, там нужны длительные ВКД, где вы выполняете сложные работы, требующие очень много времени. То есть для таких коротких ВКД, может быть, не нужна постоянная связь, и кроме того, нужно учитывать, что для коротких ВКД требуется совершенно другая умственная нагрузка. Я знаю, что в 2000 году мы начали отрабатывать навыки, когда мы давали возможность астронавтам провести несколько прогонов подработки тех или иных задач, и мы могли предоставить возможность людям, которые не очень себя комфортно чувствовали в плане выполнения ВКД, провести 15 прогонов, и после этого они себя чувствовали очень даже комфортно. И тогда у них меньше времени не уходило даже на то, чтобы выполнить выход. Да, хорошая история, но до самого конца она мне нравилась. То есть, когда мы будем чинить, например, корабль или станцию, то тогда нам действительно придется проводить более длинные ВКД. корабль таким образом, чтобы все интерфейсы там были достаточно просты в плане тех обслуживания. И когда мы будем делать наши продолжительные полеты, может быть, это как раз самое время для того, чтобы упростить наши интерфейсы протестировать все эти протоколы. Да, но вот как Сергей говорил, давайте, может быть, мы прервем связь там на неделю, посмотрим, что произойдет. Станция действительно такой комплексный организм, скажем так, организация, что это сложно сделать. Но с другой стороны, если мы предоставим такой опыт для ЦУПа, то мне кажется, они многое бы для себя почерпнули. я знаю, что уже есть корабли, которые работают вполне автономно, модули, которые работают автономно. И нам тоже нужно научиться работать в более автономном формате, работать с кораблями, которые можно было бы легко ремонтировать или техобслуживать. нам нужно отрабатывать работы, которые являются критическими по времени и на выполнение которых требуется меньше времени, чем на переход сигнала из одной точки в другой. да, я знаю, что у нас есть возможность связи по многим контурам. Сейчас на станции мы не можем всех перерезать для того, чтобы что-то протестировать, но Билла Герсон Майера здесь нет, так что то есть если, например, мы будем вводить длинные перерывы связи, то что мы с ними будем делать. Вот что касается пилотируемых полетов, то скорее всего все последующие пилотируемые полеты будут международными, поэтому хотелось бы услышать от российской стороны, японской стороны, европейской стороны о том, как мы будем проводить интегрированные ВКД на поверхности различных планет. Я знаю, что с российской стороны давление внутри скафандра выше, чем у нас. То есть как мы будем принимать решения о таком унифицированном скафандре для всех сторон в плане давления и так далее? Я сказал, что даже давление внутри корабля или внутри модуля не обязательно должно быть такое же, как и внутри всей станции, может быть, поменьше. То есть здесь все зависит от проекта и мы должны в плане будущих проектов просто использовать здравый смысл и имеющийся опыт. все должно быть очень такое надежное и простое. То есть когда мы проводим ВКД в открытом космосе, мы такие чистенькие, а вот на поверхности планет все будет уже не так. Там и пыль у нас будет обдувать. то есть было бы удобно, если бы работа проводилась так же, как работа в гараже, чтобы все было очень просто, если можно было бы прикрыть дверь на случай необходимости. идет уже совместная работа по разработке таких новых скафандров. В настоящий момент нет. Она претерпела некоторые задержки, потому что все понимают, что мы слишком часто ВКД в ближайшем будущем проводить не будем. Хотя может быть это ошибочное мнение, потому что мы уже разрабатываем новые скафандры и было бы здорово, если бы мы эти разработки ввели сообща, чтобы мы начали уже на международном уровне продумывать давление и другие характеристики скафандров. И опять же, вот что касается кораблей, на которых мы будем лететь на Марс и другие планеты, то в принципе там хватит и давления 14,7 PSI или квадратный дюйм. И может быть мы не будем делать слишком много ВКД в момент перелета, а вот когда уже мы прибудем в точку, в которой мы летели, то там ситуация может несколько измениться. Да, я давно думал о том, что у нас должны быть одинаковые интерфейсы для водяных систем, кислородных и так далее, чтобы как можно больше стран могли использовать свои скафандры с тем, что у нас есть на корабле. Это было бы гораздо проще для всех нас тогда принять участие. А из аудитории есть какие-нибудь замечания? Те, кто преподавал курс по ВКД, показывают всегда одни и те же слайды. Это эволюция скафандров с российской стороны, с американской стороны. И самое страшное это то, что вообще-то эволюция очень незначительная. То есть они были достаточно хорошие может быть с самого начала или может быть доработка скафандров является слишком дорогостоящим удовольствием. Но было бы интересно заслушать ваше мнение, вот за исключением Майка, потому что он как раз, для него этот вопрос слишком близок, скажем так. вот что касается новых скафандров, и здесь я думаю о биоскафандре, это изобретение еще, и изобретение Пола Веба, что вы о них думаете? Вот что касается наших партнеров, я хотел вам сказать немножко о предысторию. Это новая концепция, которая позволяет использовать специальное эластическое такое покрытие, которое прилегает очень близко к коже, вместо того, чтобы использовать надутый скафандр. То есть получается такая концепция второй кожи. То есть эластическое давление используется, а не газовое давление. И эластическое давление обеспечивает полную свободу движения. Но если бы это можно было бы сделать, это было бы здорово. Но в какой-то момент у нас действительно получится что-то такое разработать, когда мы сможем полностью изучить все характеристики ткани и разработать ее таким образом, чтобы она там ничего не натирала. Я знаю, что в центре Джонсона мы в какой-то момент даже сделали такую перчатку. И эти перчатки были очень удобные, потому что вы могли в них даже маленькую копеечку с пола поднять. Потому что когда мы работаем вот с теми скафандрами, которые у нас сейчас есть, то в них же очень сложно что-либо поднять, или за что-то зацепиться. Что касается скафандров Орлан, там внутренняя прокладка такая шелковая, очень приятная. А у нас какая-то прокладка жесткая, от нее постоянно появляются какие-то мозоли. То есть, мне кажется, очень важно сосредоточить свое внимание на доработке, разработке, модификации именно материалов тканей, которые мы используем. для создания скафандров. Ну, и плюс было бы здорово, если бы у нас была система, где не нужно менять патроны очистки СО2, чтобы сократить время на техобслуживание этих скафандров и так далее. Ну, да, как вы знаете, мы в этом направлении уже движемся. Но, конечно, не хотелось бы, конечно, полностью исключать необходимость инновации. Хотелось бы продолжать инновацию. Но я знаю, что даже в программе Аполлон очень хорошие системы сублимации использовать. Хотя я не знаю, будут ли они работать на Марсе, но я и не хотел тормозить прогресс или инновации. Просто нужно ко всему подходить с умом. Кроме того, мы даже не знаем, какие технологии у нас уже есть, насколько они нам близки. Но в любом случае мы всегда приветствуем альтернативные решения вопросов. Но чтобы закончить на оптимистической ноте, и я хотел сказать, что в НАСА в рамках коммерческих проектов мы смогли показать, что технологии, которые существуют уже какое-то время, можно разработать не только за счет финансирования со стороны правительства, но и за счет коммерческих компаний. вот знаете, у нас был насос сепаратор, с которым постоянно возникали проблемы на скафандре МЮ. Наверняка мы смогли бы доработать, используя уже существующие новые технологии, которых не было несколько лет тому назад. Просто нужно подключить к этому коммерческие организации. насос сепаратор вентилятор вентилятор очень сложный. Если вы вообще разобьете его функцию на несколько составляющих, то в принципе можно было бы создать более надежную, более простую систему. и каждый из них стоит плюс ко всему 2500. И можно же создать просто или модифицировать подсистемы, которые бы уже значительно улучшили наш скафанд. Барбара. Какие рекомендации вы можете выдать в плане того, как мы можем перейти на использование общих интерфейсов, общих скафандров на международном уровне? Давайте я повторю, что я уже сказал, может, немножко другими словами. Если бы вы позволили коммерческим компаниям выполнять определенные какие-то задачи с частью партнерства, я думаю, что хорошие деньги за это могут быть получены. Понимаете? Ну, какие-то элементы. я понимаю, что нужно будет тогда разбить сам скафандр на различные элементы, но для следующего скафандра, я думаю, что придется пойти в таком пути, чтобы раздавать задачи различным компаниям. Вы что, говорили о возможностях существующих, но существующие возможности уже были использованы, мы использовали те средства, которые у нас есть для доработок, поэтому мы сейчас должны найти новые пути. когда мы дойдем до момента, когда у нас имеется международное партнерство, некоторые из их стандартов должны быть использованы, которые могут послужить основой для разработок другим коммерческим подключающимся компаниями. у нас огромное количество инструментов для ВКД на МКС сейчас находится. Вот мы там 6 месяцев подрослили на то, чтобы поговорить со всеми разработчиками мотобеспечения, и мы выработали не документ с требованиями, мы разработали ящик с инструментом, и сказали, что смотрите, что было с этими инструментами, в состоянии, все интерфейсы были совместимы, и нам сказали, что вот этот нужен инструмент, вот этот инструмент, тот инструмент, то средство, это средство. Специальная комиссия утверждала каждый инструмент, я думаю, что вот таким образом можно было бы интрудерировать, то есть на станции у нас задача такая была сократить количество инструмента. Понимаете, у нас получилась путаница. Разъемы, с которыми пришлось до его работать, они были разработаны частично таким образом, потому что Джерри Росс хотел иметь разъемы, которые не требуют инструмента, а потом у нас получилось, что 43 инструмента нужно было разработать для того, чтобы потом с этими разъемами иметь возможность работать далее. То есть когда мы будем работать в глубоком космосе, мы не должны наступать на эти же грабли. если простые какие-то стандарты мы могли бы применить и просто здравый смысл, и я думаю, что мы сможем тогда задачу это выполнить. А если через бюрократию все это пропускают каждый раз, то получится огромное количество и того, и другое, потом изменить ничего будет невозможно, и тогда придется компенсировать всех, кто это все разработал, а экипажу придется работать с инструментами, с которыми работать достаточно трудно. Но это как бы один из уроков, которые мы извлекли из станции, которые мы не должны забывать в будущем. вот еще. Я тут тихо сидел, но вот Майк тут кое-что сказал, о чем я сегодня собираюсь поговорить. Давайте я об этом сейчас уже поговорю. У нас есть международная программа. То, что мы делаем сейчас, это совместная программа. Мы собираемся здесь каждый год, получаем хорошие, интересные идеи и вопрос, который Барбер задавала. Это замечательный вопрос, каким образом мы на самом деле практически будем использовать то, о чем мы здесь говорим все. Смотрите, вы хотели бы работать совместно со станцией и проводить эксперименты, да? Российская сторона, что бы могла работать в американском сегменте, в джемме, и, соответственно, партнеры работали в сегментах партнера. Вот видите, у меня впечатление было, что мы здесь, люди, которые находимся, сможем принять практические решения, которые будут привезены в жизнь. А теперь получается так, что мы продолжаем работать одни в российском сегменте, одни другие в американском сегменте. Не так это должно было все быть на самом деле. Я администратор от НАСА, но я не даю руководящие задачи. Я просто помогаю людям делать то, что мы считаем должно быть сделано. Мы это то, чем мы себя сделали. Сейчас коммерческий сезон начинается, поэтому мы должны перекладывать на плечи коммерческих компаний некоторые задачи, которые нам трудно выполнить самим. Мне интересно выслушать абсолютно всех. У всех интересные хорошие идеи, но я сам десантник, поэтому я немножко по-другому думаю. Если мы думаем во всех идеях, если мы практически не можем найти эти идеи, то смысл теряется. Мы важные международные решения приняли это идти к Марсу, и поэтому нужно найти оптимальный выход, как это сделать. С какого блока мы начинаем? Я прочитал недавний отчет по достижениям в космосе, и то, что я прочитал, произвало на меня огромное впечатление. Митч Дэниенс, президент университета Перду, он подумал, что может быть, я не полностью понимаю, что на самом деле происходит. Вы говорите на пресс-конференции одно, а в докладе говорите совершенно другое. Вы ссылаетесь на мои слова, а я, кстати, об этом не совсем говорил. То есть, у вас трудная задача, которая должна быть выполнена. Мы на самом деле должны ориентироваться на Марс. Это тот путь, на который должно вступить человечество в любом случае. И мы все об этом говорим, и говорим об этом каждый год. Но каким образом практически мы сможем к этому вопросу подойти, мы должны эти вопросы решить. Мы не только экономические дискуссии должны проводить, мы должны принимать какие-то конкретные рекомендации относительно того, как международное, коммерческое, правительственное сообщество определенные какие-то шаги предпринять, как мы это можем сделать. И последовательно посмотреть, мы сейчас смотрим, какой бюджет у нас будет в 2015 году. Мы уже получаем достаточно больше, на 400 миллионов долларов, чем было раньше. То есть мы запрашиваем большую сумму, чем когда бы это не было. Вы должны мне помочь в том, чтобы доказать приемлемость и возможность использования этих фондов в правильном направлении. Потому что все, о чем мы говорим, стоит определенных денег. И мы должны доказать, что это возможно и практически выполнимо. Будем говорить... Не слышно нас? Нужно батарейку тогда поменять вам. Мы смотрим на программу NASA как будто это новая программа. Это не новая программа. The not invented here syndrome is still around and we can't be guilty of it. I get off my soapbox now, but you tweak me what you nice job Mike. Thank you Mr. Bolton. Господин Богомолов, попросите новые наушники у человека, который микрофон передает. We're going to go out there and explore the surface. If we're building a system that starts around that the system needs to conform to our system to need to need to need to be 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 to VKD, not on the other side. So, чем быстрее we work to make Какие-то конкретные шаги к выполнению тех идеалов, которые мы здесь нарисовали, тем лучше. Сейчас не каждый член экипажа может быть идеальным кандидатом для выхода в открытый космос. Каждый член экипажа в будущих экспедициях должен иметь такие возможности. Я участвовал в исследовании новых разработок скафандров и занимался вопросом центра тяжести. Дело в том, что все мы разного размера, разного веса, и получается так, что скафандры специалисты ВКД терпеть не могут работать в скафандрах EMU и предпочитают скафандры Arlan, потому что они себя там более стабильно чувствуют. Понимаете, на системе POGOS мы проводили подобные же эксперименты и в NBL проводили. И вот именно это как раз тот момент, который, видимо, не был правильно донесен до разработчиков-инженеров, которые занимались скафандром. Первая группа, которая этим занималась, может быть, не подходила, может быть, я слишком длинный, поэтому у меня не получается. Кто немножко не такой тяжелый, может быть, у него лучше получается себя координировать в этом скафандре. Как Сергей говорил уже, некоторые как бы уже родились для того, чтобы делать покрытый и покрытый космос, а у некоторых, кстати, совсем не получается. Все мы люди разные, поэтому мы должны при отборе астронавтов и кандидатов на выход как раз эти вопросы и учитывать. Спасибо. Где-то на середину мы прошли. Мы можем сейчас окончательные комментарии, выслушать окончательные вопросы из аудитории. Давайте я останавливаюсь на том, что сказал Майк. Если мы будем говорить об исследовании Луны и Марса, то выбор, отбор астронавтов явится чрезвычайно важным вопросом. Какие-то новые критерии, может быть, надо было бы использовать, которые трудно оценить в течение короткого периода времени. С другой стороны, как агентство, у нас имеются определенные обязанности, которые мы должны выполнять, поэтому здесь необходимо работать совместно. Либо я для вас буду выбирать, либо мы будем выбирать, каким образом мы это сделаем. То есть, получается, уже этические вопросы возникают на связи с тем, кто будет избран в ответ космонавтов. Я думаю, что инженерная часть здесь тоже играет определенную роль. Если мы сможем разработать скафандры правильного размера и с правильным центром тяжести, с которым могут работать люди разных размеров, то, наверное, это поможет при расширении диапазона кандидатов в отряд астронавтов. То есть, необходимо, чтобы тестирование на начальных этапах разработки скафандра и примерки имели место. Кто-нибудь еще, кто может хоть сказать? Интересный, конечно, вопрос. Я предполагаю, что, когда мы перейдем в исследование глубокого космоса, это будут не только люди, но и роботы тоже. И что из себя будут представлять эти робототехнические системы, мы пока не знаем. Каким образом это также будет связано с разработкой космического скафандра? Или, может быть, не будет необходимости разрабатывать такие высокотехнологические системы, на которые мы нацелимся сейчас? Наверное, нужно будет ориентироваться на эти цели, которые мы ставим при исследовании глубокого космоса, для того, чтобы понимать, какие средства для этого будут оптимальными. Либо это будет человек, либо это будет робототехника, и каким образом эти два вида систем могут быть связаны друг с другом. И это должно быть принято во внимание при разработке новых систем скафандров. Ну, смотрите, я думаю, что вы сами ответили на свой вопрос. Там должны быть и роберы, и атмосфера кабины, и спутники, и, соответственно, астронавты в скафандрах. Ну, смотрите, это очень интересная панель, я считаю. У всех разные опыты, разные взгляды. Но мы думали сейчас о ВКД и о выходе из исследований глубокого космоса. Я считаю, что МКС является великолепной платформой для исследований дальнейших разработок. Это платформа обеспечивает нам условия, когда члены экипажа в течение определенного периода времени работать не совсем автономно, может быть, но тем не менее удаленно от Земли. Но далее, когда мы идем уже к Марсу, автономия будет гораздо более критичной, чем тот, чем она является сейчас. Также были комментарии, что нам необходимо будет отбирать правильно кандидатов, нам необходимо будет оптимально доработать скафандры для того, чтобы, ориентируясь на цель, выполнялись поставляемые задачи. Но для этого нам нужны будут лучшие кандидаты, лучшие люди, которые могли бы выполнять эти работы, которые не будут беспокоиться о том, что у них недостаточное количество средств для того, чтобы это выполнить. То есть они будут пользоваться теми средствами, которые у них есть. Еще какие-нибудь комментарии? Конечно, самые первые шаги, самые сложные. Каждый раз, когда мы открываем какие-то новые горизонты, мы можем, имеем риск потеряться. Поэтому мы здесь, в какой-то степени, может быть, поступаемся какими-то физическими моментами, но, тем не менее, мы стараемся все равно открыть всем возможным заинтересованным лицам участвовать в такой работе. Ну, на этом я хотел бы закрыть настоящую панель. Спасибо большое за интересные вопросы. Огромное спасибо. Спасибо. Спасибо.